ВЕГАС Расскажи, в чем особенность курения в Симферополе? Блин, да, в Симферополе в основном курят либо Дарик, либо Танжи, но достаточно крепко. Любят на перегреве покурить, любят на недогреве покурить, смотря какие гости. Бывают приходят девушки, которые говорят, чувак, сделай нам Дарик, но не могут его вывезти. Бывают пацаны, которые приходят и курят очень крепкие Танжи с Дариком. И, блядь, ну это круто, типа, относительно других городов, здесь очень круто относятся к кальянному сервису. К кальянному, вообще, в принципе, к кальяну очень круто относятся как к чему-то особенному, как к предмету, который объединяет людей. Какой у тебя стаж? Почти пять лет курю кальяну. А курил ли ты в других городах, в других странах? В странах нет, но в городах, да, типа, мы ездили на материк с ребятами, которые держат Вегас. И мы побывали практически на всем побережье, начиная от Новороссийска до Сочи. И, блин, ну там тоже по-разному все. Начиная с Новороссийска, ты приходишь в кальянную, приходишь как бы в КПЛЕЙС, а тебе ставят кальян, кальянщик просто подходит, плодет щипцы и уходит от тебя. Ну, блин, здесь так не принято. А связано ли это с тем, что это просто ихние правила? Мы не меняем угли? Возможно, да. Здесь, в Симферополе, вообще в Крыму, в принципе, тоже не меняют угли. Это принцип кальянных, потому что менять угли – это то же самое, что курить гарь. А каких ярких представителей ты можешь выделить в Крыму? Влад Панютин, Альберт, Андрей Туркевич, Вова Луб, все. Что больше всего курят у вас в заведении? Больше всего мы продаем просто нереальное количество дарика. Если брать на сотню кальянов, то это где-то 90 дариков. Какой табак есть еще? Помимо дарика есть еще Танж, Дейли, если, вот, кстати, курят Дейли, ну, если вообще берут легкие табаки, то это в основном только Дейли. Потому что фумари хуевого качества, щербет тоже голимый, достаточно голимый, и его используют в основном только в общепитах у нас. Можешь ли ты продемонстрировать какую-то особенную забивку, чтобы она реально отличалась от того, что курят в других городах? Но на это настолько привычно курить в Симферополе. Да, я могу забить неплохой Танжик на фольгушечке, и будет очень круто. По какой системе крепости вы работаете? Ну, смотри, если приходят люди и говорят, чувак, сделай нам на десятку, то я говорю, чувак, блядь, десятки нет. Это чувак, который придумал ее просто, и все. Ну, типа, для того, чтобы ему было легче работать со своим клиентом людей у себя в заявлении. Ну, Крыму больше принято, и все клиентщики, топовые клиентщики Крыма стараются делать систему крепости, типа, средний, легкий, крепкий, и все. Если придет человек и скажет, сделай мне на семерку, это какой будет табак? Блин, смотри, если он скажет на семерку, то мы определимся, что для него семерка. Вот, потому что, допустим, для меня семерка, это покурить, не знаю, там, Дарик с Танжом. Вот, ну, добавить не просто Танж, а и Флайн именно. Вот, для него семерка может быть как просто Дарик, либо там Дарик на силиконе, либо если это вообще девочка пришла, и она курит только щербет, для нее семерка может быть и да, или покурить просто на силиконе. То есть тут нужно уже определяться в зависимости от того, что человек курит вообще. Какие-нибудь особенности забивки, есть ли у вас, типа, касание, забиваем ли мы все в касание? В касание, да, я очень люблю касание, потому что здесь люди любят хорошую отдачу вкуса, достаточно большой выброс никотина, ну, за одну тягу, вот, и большое количество дыма. Сколько зарабатывают в среднем коленчике у вас? В Крыму или здесь в заведении? В Крыму. Ну, в Крыму где-то 30-40, вот, здесь, конечно, побольше. Вот так. Что ты нам будешь сейчас забивать? Ну, то, что я говорил, давайте покажу забивочку, интересную забивочку танжа, типа, как я забиваю для себя, как забиваю для, там, хороших гостей и вообще, в принципе, для гостей. Давайте покурим мои любимые вкусы, типа, ананас, лимон, вот, ну, просто ананас и лимон. Вот, смотри, да, типа, ничего необычного, тупо берешь обычный танж, пойдешь его в чашку. Ананасы где-то половину и лимон где-то половину. Не надо жадничать с табаком, типа, я не люблю кальяны, где у них забивка стоит стандартная, типа, там, 15-18 грамм, и они столько и кладут, но это бред. Я больше люблю, когда, ну, в чашке достаточно хорошо, много табака, и, ну, тоже с этим нельзя переборщить. То есть, если ты делаешь много, то, блядь, ну, чашка забивается, либо еще, ну, типа, ну, будет курение не совсем комфортным. Вот, если ты делаешь в меру все, то будет заебись. Просто чашечка, смотри, вот здесь мы просто тупо разравниваем табак, делом ровно, немного его поддеваем для того, чтобы сделать его немного рыхлым. И одна штука, которую меня научил, один из парней, который меня учил делать кальяны, немного убираем таджик от борта, но эта штука работает только на фольге. Сейчас я объясню, почему. Почему именно на фольге, а почему на колодке это не работает. Вот, смотри, да, если взять колодку обычно, и вот здесь есть ебучие дырочки, через которые проходит все. Ты одеваешь, и у тебя, тебе здесь нужно сделать так, чтобы жар вот здесь, он застаивался, и температура здесь была максимальная. Для чего? Для того, чтобы таджик сильнее прогревался и отдавал количество никотина за раз больше. Вот. Ну, поэтому на колодке не работает. Пару слоев, то есть можно два, три, четыре слоя, ну, типа, кому как удобно, кто как курит. Вот. И делаем дырочки в фольге. Вот, кстати, многие спрашивают, типа, сколько дырок в фольге делать, если вы начинающие кореянщики. Блин, да это без разницы, вот, ну, тебе как, вот, что ты думаешь по этому поводу? Пропускаю. Я понял. Смотри, и делаешь дырочки, ну, я делаю дырочки, допустим, не вот здесь, где у нас есть отступ, да, а тупо посередине. Ну, все, этого достаточно. Вот, еще есть одна особенность, почему, ну, я так работаю, только я так работаю. Я не использую уплотнители, мне неудобно с ними работать. Вот, потому что большинство уплотнителей, они либо слетают, либо еще какая-нибудь хуйня, и часто бьются чашки. То есть, в быстрой работе это очень мешает, поэтому просто тут на салфетку. Вот, по старинке. И все. Это же лайф. Смотри, да, ты задавал вопрос, типа, по фольге, почему я одеваю на этой стороной, и достаточно много людей вообще задаются этим вопросом, особенно те люди, которые начинают только работать с кальянами. Мне просто тупо нравится обличающая сторона фольги, потому что она выглядит прикольно. Вот и все. А так, в принципе, разницы никакой нет. Сколько по времени ты греешь кальян, и почему именно ты так греешь? Ну, смотри, я грею кальян в зависимости от того, какой гость будет курить этот кальян. Вот. Если это гость, который достаточно хорошо курит кальяны, и по нему видно, что он разбирается в кальянах, то можно сделать кальян даже на легком перегреве. Вот. Если это ребята, которые плохо разбираются в кальянах, и им достаточно сложно курить что-то, вот, то делаем на легком недогреве, для того, чтобы им было более комфортно привыкнуть к тому кальяну, который я сделал. Какова твоя система определения, кто хорошо курит, а кто вот только на начальной стадии, либо такой любитель? Ну, смотри, это приходит с опытом. То есть, когда к тебе в заведение заходит какой-то гость, ты уже, в принципе, по нему понимаешь, он хорошо разбирается в кальянах или нет. И потом уже во время приема заказа ты понимаешь, ну, вообще, как он разбирается в кальянах, не разбирается, что он вообще хочет от кальяна и так далее. Все. Есть ли какая-то особенность, как вы здесь раскуриваете? Смотри, для того, чтобы раскурить кальян хорошо, ты делаешь первую тягу достаточно медленно, для того, чтобы вся температура прошла через чашку. Почему? Вокруг кальяна есть воздух, который холодный. Вот, и тебе нужно его нагреть, для того, чтобы он прошел через чашку, через табак и он нагрелся. Вот, поэтому ты делаешь тягу достаточно медленно изначально, а потом уже можешь курить, как тебе комфортно. Что для тебя крепость, что для тебя жесткость? Ну, смотри, здесь, в Крыму вообще принято объяснять гостям принцип курения кальяна и что такое крепкое, что такое жесткое курение. Вот, допустим, для меня крепкое курение кальяна – это когда кальян отдает именно никотин, вот как можно больше никотина, и он садится у тебя в лёльке, и, ну, грубо говоря, наваливает тебя. А жесткий кальян – это тот, который уже на перегреве, который, грубо говоря, горит и бьет тебе по горлу. Как у вас называется табак, который остается на доске, и вы складываете это в баночку? Тутик. Тутик? Да, вот, смотри, кстати, вот он. И просто понюхал, он пахнет опять каким-то жиром. Насколько часто вы меняете угли? Смотри, если это брать угли, которые мы меняем для гостей, то никогда. Вот, потому что... В чём прикол вообще менять угли? Вот, блядь, я вот этого я не понимаю, потому что кальян вообще курится 40 минут, да. За 40 минут он отдаёт всё, максимально всё. Отдаёт никотин, отдаёт ароматизатор, ну, просто максимально круто прокуривается. Вот, дальше ты куришь уже тупо гарри, и нет смысла менять угли и убивать гостей. Пограммчик? Ребят, если вы хотите начать работать кальянщиком, не начинайте, нахуй, нахуй никому не нужно. Если вы всё-таки решили начать работать кальянщиком, в первую очередь идите работать в общепитно, учитесь тупо работать, а потом уже, типа, идите в более развитую сеть, либо ещё куда-нибудь и учитесь миксовать, забивать самые банальные вкусы и работать с кальянами. Вот и всё. Самое главное, что может быть. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok